Снимать квартиру на ежемесячное пособие в 15 тысяч непросто. Об этом хорошо известно многодетной маме, жительнице городского поселения Фрянова Анне Поповой. Вот уже некоторое время она стоит в очереди не только на получение земельного участка, но и на улучшение жилищных условий. Однако очередь немалая, да и возможности предоставления жилья в отдаленном поселении ограничены. С квартирным вопросом мать троих детей обратилась на прием к руководителю районной администрации Алексею Увалову. Даже при выдаче участка, который по закону положен всем многодетным семьям, построиться на нем не так-то просто. Необходимы существенные средства. Так что пока временное жилье единственный вариант. Руководитель районной администрации предложил многодетной маме подобрать квартиру в другом поселении района. Такая возможность должна появиться в Мунино. Готовь все документы, есть пакеты и на землю, и соответственно на переселение. Квартиру за мной в течение трех месяцев. Он дал хоть какую-то надежду, что в ближайшее время хотя бы будет рассмотрено мое дело на то, чтобы хоть что-то получить. Он дал ответ, что можно и в другом районе получить хотя бы какое-то жилье. Мы готовы переехать, лишь бы это было свое, потому что по финансам мы не можем потянуть на съемное. Руководитель Фриановской администрации Олег Болотин понимает, чтобы в будущем была возможность предоставления жилья непосредственно в поселении, необходимо привлекать инвесторов. Так, крупный проект застройки планируют реализовать на так называемом Аксеновском поле. За счет него рассчитывают расселить ветхий фонд. Там же должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы дорожную карту уже составили, мы уже провели обследование. У нас 18 домов, которые разваливаются, это 30-х годов бараки стоят. У нас только одна казарма. Я все понял. Работаем над этим проектом. Делаем проект планировать территорию в общем, полный проект. Потом разбиваем лета, реализовывается. Работаем. В понедельник собираемся. Сейчас Ливаново будет, я еще и планирую на ночь поставлю. Сейчас строительная компания «Строймонтаж» уже реализует во Фрианово один проект. Строительство общественно-делового центра. В качестве социальной нагрузки планируется открытие дома творчества. В рамках приема с жителями поселения также обсудили проблемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и социальных объектов.